Мы увидели птиц. Они были большие, как гуси. А их крик напоминал крик ослов. Улетать с южного берега Африки они не могли. Именно так впервые пингвинов Гумбольта или перуанских пингвинов описал спутник путешественника Васко-де-Гамы. Очень громкий гортанный звук. И если вы это услышите, вы не забудете никогда. Через 20 лет участник экспедиции Магелланы повторно описал странные гуси, отметив, что они жирные. А так как жир по латыни пигвис, то вскоре птиц окрестили пингвинами южного полушария. А свое основное имя эти пингвины получили в честь известного немецкого географа, этнографа и натуралиста Александра Гумбольта. Всего в мире насчитывается 12 тысяч пар пингвинов Гумбольта. 8 из них гнездятся в Чили, 4 в Перу, в зоне влияния холодного перуанского течения. Популяция занесена в Красную книгу. В 20 веке, в 80-х годах, более 65% популяции пингвина Гумбольта была уничтожена ураганом Эль-Ниньо. И вот с тех пор птица относится к уязвимому виду, охраняется Красной книгой и считается очень редким видом. По размеру пингвины Гумбольты небольшие. Их рост составляет 70 сантиметров, вес около 4 килограммов. Их отличает черная спина и голова, а также черное широкое кольцо на белом брюшке. По бокам головы через лоб и горло проходят белые кольца, похожие на очки. Лапы черные, клюв черный с красным основанием. Пингвины южные и в частности в парках и зоопарках они неплохо размножаются. Даже у нас в этом году имеются птенцы-пингвиняты, которых мы получили. Их можно отличать не только по цвету кожи над глазами, можно также отличать по оперению. Птенцы еще не так ярко окрашены, оперение у них более тусклое, более бледное. После ювенальной линьки птица наберет яркость, красоту и будет похожа уже, и будет являться настоящей взрослой птицей с красивым черно-белым окрасом оперения. Перья обычные, как у птиц, просто более густой покров, что позволяет им плавать в воде и не мерзнуть. Пингвины Гумбольты чистоплотны и аккуратны. Свои перышки тщательно перебирают и расчесывают. От грязи моментально избавляются. Грязное перо может стать причиной опоздания к обеду или даже причиной гибели. Чистое перо – залог хорошей скорости при погружении. Плава – это не очень быстро, грязная скорость до 60 км в час. Это им, во-первых, необходимо для того, чтобы ловить рыбу, в частности, в косяки врезаться и уже добывать себе корм. Очень часто они охотятся именно стаей, группой. Друг к другу подгоняют рыбу и охотятся. Ну и также им необходимо очень быстро плавать для того, чтобы спасаться от хищников. Морские котики, львы, очень часто косатки на пингвинов охотятся. Поэтому вот такая быстрая птица. И могут погружаться, в свою очередь, на глубину до 170 метров, что, в принципе, тоже является довольно весомым расстоянием. Преодолевать большие расстояния пингвинов побуждает голод. Питается эта морская нелетающая птица тем, что пошлет море. Иногда это могут быть кальмары и ракообразные. Пингвины едят рыбку. Наши пингвинчики очень любят жирные сорта рыбы, очень любят моргу. Разобраться с обедом помогает прямой, сильный и твердый клюв размером с голову. Кроме еды в него попадают всевозможные камушки. С их помощью самцы выстраивают гнездо на склонах каменистых берегов, в норах, расщелинах и трещинах. Самочки оценивают построенную жилплощадь и уже решают, соглашаться вступить в пару с самцом или нет. Ну, по поводу яйцекладки. Кладут они два раза в год, причем с периодичностью в два месяца. То есть пять месяцев они выращивают одно потомство, два месяца линяют и пять месяцев выращивают другое потомство. В кладке у них два яйца. Если вдруг кладка будет съедена хищниками, очень часто это такие хищные птицы, как альбатросы или другие чайки, они кладут повторно, только уже кладут одно яйцо. Пингвины Гумбольта весьма заботливые родители. Яйца они высиживают в течение 42 дней по очереди. Когда появляются птенцы, папа и мама отправляются на кормежку, чтобы они всегда были сыты. Каждая самка прекрасно знает расположение своего гнезда и узнает своего птенца по голосу. Семейные пары имеют свою небольшую территорию вокруг гнезда и хорошо знают своих соседей. К 12 неделе молодняк готов к самостоятельному поиску пищи в море. И только к 2 годам пингвинята достигают половой зрелости и готовы создать новую семью. Ну, здесь можно сказать, что более моногамны, но не до такой степени, как у лебедей. То есть, если кто-то из партнеров погибнет, они могут запросто себе найти другого партнера. В России представителей этого вида пингвинов можно встретить в различных зоокомплексах. По словам специалистов, пингвины Гумбольта прекрасно приспосабливаются к различным условиям и легко дают потомство в неволе. А еще они запоминают тех, кто их кормит и за ними ухаживает. Очень любопытные, очень игривые. Во время уборки могут украсть щетку, могут играть со шлангом, могут ущипнуть, привлечь к себе каким-то образом внимание. Тем, кто видит пингвинов Гумбольта в первый раз, кажется, что они все на одно лицо. И только наметанный взгляд зоологов знает одну хитрость. Контрастные пятнышки на белом брюшке у каждой птицы неповторимы, как и отпечатки пальцев у человека. КОНЕЦ КОНЕЦ